добрый день друзья вы на канале правильный выбор меня зовут максим и сегодня будет очень интересный проект жк пульс премьер это комплекс разной этажности от 13 до 23 этажей рядом с октябрьской набережной в первой очереди будет аж 1783 квартиры проект реализуется в четыре этапа и так все по порядку а меня зовут роман и я расскажу вам о локации давайте посмотрим именно вот на схему района него у нас совсем рядом рядом октябрьская набережная до центра города 10 минут на машине а за 10 минут но уже пешком можно дойти до парка строителей до станции метро улицы дебенко 25 минут спортивным шагом рядом с метро есть еще один парк это парк есенина кстати до станции метро проспект большевиков идти тоже около получаса рядом есть еще дальневосточный проспект где бодро бегает трамвай который дам чит вас до станции метро новочеркасская за 15 минут а сейчас идем за мной и послушаем проходящую рядом с жилым комплексом оживленную октябрьскую набережную шум от проезжающих машин чуть портит впечатление на самом деле плюс пыль мы вот эти велосипедистов бегунов и наверное то не самая лучшая идея но я думаю что все таки вид который открывается на нему здесь он достойный все не я просто я просто до вас чувствуется легкая не обустроились да пока что локации строительный городок отсутствие асфальта нормального озеленения а вот так интересный проект это будет ресторанный комплекс прямо вот рядом в четвертом корпусе цивилизации на ниве то есть все соседи лежащих жилых комплексов смогут насладиться вкусной надеюсь вкусной едой которая будет видами на и самое время посмотреть на план проекта и вот вам схема жека разбит на шесть пятен почти по центру комплекса расположена школа она будет стоять вдоль улицы с фантастическим названием ультрамариновая рядом со школы будет большой стадион ближе к октябрьской набережной стоит особняк веге который должен быть отреставрирован и станет культурной достопримечательностью района особняк веге личный дом георгия ивановича веги основателя ультрамаринового завода где ранее производились краски рядом с особняком будет многофункциональный комплекс с торговой инфраструктурой у набережной будет оборудована центральная площадь с лежаками биноклями и прочими достопримечательностями обратите внимание что в стиле сеттла соединить дома проекта большой и живописной прогулочной аллеи променадом тут будет и сосновый еловый сквер и площадка для йоги и амфитеатр и прочие интересные фишки еще на схеме мы видим три детских сада и гостевые парковки по корпусам ближе всего к дальневосточному проспекту и метро находится первый корпус вот он он сдается во втором квартале 24 года обратите внимание на планировку корпуса мы снимали выпуск а жк фамилия где мы говорили о правильном расположении корпусов и ссылка на выпуск плывет выше так вот здесь наш взгляд самое правильное расположение нормальной инсталляции служит большое расстояние между домами ну и за счет двора колодца создается чувство комфорта и безопасности переходим к начинке верхние этажи жилого комплекса застройщик решил сделать с увеличенной высотой это квартиры high flat потолки 3 метра а на типовом этаже потолки будут 277 посмотрите какие холлы рисует застройщик на рендерах мы знаем что если это застройщик рисует интересные холлы то они и выходят и в живой правда интересными жилой комплекс будет начнет системы умный дом все будет приложение будет час управляющей компании и соседями плюс эти домофония застройщик сделать жилье с чистовой отделкой по стандарту north line это тип с двумя дизайнами white silver напольное покрытие в этот раз не ламината кварц винил будет широкий плинтус натяжные потолки на балконах уже будет уложен керамогранит и будут розетки раньше для комфорта на балконе приходилось заморачиваться с укладкой керамогранита и прокладывать электрический кабель для розетки ну и свет ко всему прочему застройщик обещает стильные двери со ставками мдф и стильные розетки в банных комнатах будет новшество это крупноформатная плитка под мрамор отделка конечно не дизайнерская и эксклюзивная но то что предлагается реализовать выглядит вполне современно кроме чистовой отделки дополнительной опции застройщик предлагает меблировку квартиры и два формата на начинке формат для новосела и формат арендатора где предусмотрено все вплоть до посуды за 30 дней застройщик обещает оборудовать квартиру всем необходимым звучит это и впрямь интригующе интересная и удобная задумка интересно что будет входить в эту меблировку пишут что в студии 25 метров она будет от 224 тысяч рублей а также интересно насколько эта меблировка по начинке будет отличаться от самостоятельной покупки роман подробно рассказал о начинке еще добавлю что в доме обещается многоступенчатая система очистки воды а сейчас я пойду и прогуляюсь по локации внимательно посмотрю что изменилось со времени нашего предыдущего обзора а тем временем наш редактор поставит нарезку видео этой локации и ссылка на обзор вплывет выше а 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 и а а а а я прошелся посмотрел место застраивается улица дыбенко по-прежнему неухоженная большая новая школа неподалеку от цивилизации работает варят в кофейне вкусный кофе в общем все идет своим чередом но мы продолжим и по традиции мы подобрали несколько отзывов критиков нашего жека героя и так вообще конечно на 1787 квартир в первой очереди 353 машиноместа это очень мало как не пытаясь из промзоны вылепить конфетку не получится вот с этим жека вроде и застройщик надежный и по архитектуре выдержана в сдержанном стиле без аляповых акцентов но вот с сомнительным окружением не поспоришь рядом вообще нет ни одного полноценного парка и даже сквера а запланированного озеленение на территории будет ничтожно мало с парковками абсолютно согласен но вот с окружением зеленью друзья давайте будем честными всеми конечно хотим получить сказку чтобы рядом была и река и двор у тотал зелени и в окружении парков но давайте будем реалистами для крупного города ну это реально фантастика и тут нужно что-то выбирать хотим парке едем в панорам парк сосновка мы снимали ряд выпусков по этой локации вот там вам раздолье а хотите реку едем в пульс а у нас есть еще один отзыв постепенно промзона октябрьской набережной застраивается нормальными комплексами в будущем есть неплохие перспективы стать престижным районом самодостаточной инфраструктурой если следовать такой логике и быть уверенным что так и будет а район не превратится в человений то можно рассматривать жилье к покупке пока еще цены позволяют но этот отзыв наоборот чересчур оптимистичен верно это место преображается ранее здесь у реки была промка и эта тенденция всех правильно развивающихся городов выносить промку из города а город делать удобным но для полного комфорта здесь нужно еще сделать очень много не помешало хотя бы станции метро поскольку до метро дебенко топать и топать с утра там аншлаг а с плотностью застройки не все гладко здесь безусловно не будет той ужасной плотности как например шушарах но разряженные низкоэтажные застройки здесь тоже не будет если говорить о ценах то студия около 25 метров с отделкой и с большим балконом сейчас предлагается чуть больше чем за 6 миллионов 100 тысяч рублей если сравнить эту цену к примеру то что есть уже рядом жилом комплексов пульс от того же застройщика он расположен в 100 метрах а цена готовая студии среднем по 6 300 сна студии 20 метров в жилом комиссии на неве примерно 6 миллионов рублей но там прям совсем мало 20 метров таким образом учитывая цены и перспективы роста здесь она есть если говорить об аренде то 23 25 тысяч рублей здесь вполне можно сдать студию за эти деньги и получать готов собственно готовый доход который будет перекрывать вашу ипотеку если считать цену 6 миллионов первый взнос полтора и брать семейную ипотеку на 30 лет то квартира будет сама себе оправдывать вы можете оставить заявку на расчет своего варианта и плана по аренде все наши контакты есть в описании улица дубенко конечно не выглядит образцово но по окончанию строительства как это всегда и бывает ее должны закатать в асфальт высотность и плотность застройки здесь средняя кстати сказать тем кого стесняет высотная и насыщенная застройка и тем кто хочет простора и уединения тому лучше загород свой дом цены как мы показали весьма проходные из минусов стоит выделить обеспеченность парковочными местами она здесь не самое выдающиеся а также шум октябрьской набережной из плюсов река рядом неплохая начинка и детально продуманная концепция жека на сегодня все ставьте лайк пишите комментарии всем пока